Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас на связи Вадим. Это руководитель миграционной компании из Канады. Вадим, здравствуйте! Спасибо, что уделили время. Здравствуйте! Давайте я начну с описания, в принципе, различных вариантов для переезда в Канаду. То есть есть программы, допустим, федеральная программа эмиграции специалистов. Она не имеет ограничения на проходные специальности. Соответственно, в том числе и медицинский персонал, младший или старший, врачи или медсестры, или технический персонал госпиталей проходит по этой программе. То есть здесь нет ограничений. Обычно по этой программе проходят заявители, которым до 33 лет, с хорошим английским. Английский должен быть на уровне advanced. Это где-то C1 по стандартам различных тестов. Если мы говорим о тесте IELTS, это примерно с семерки. Это программа, которая вот первая, основная для переезда молодых специалистов. Не обязательно, чтобы в семье два человека были в этой возрастной категории, но основной заявитель должен быть до 33 лет. Вторая программа – это провинциальная. Направление выезда – это провинциальная программа. Врачи и младший персонал, медсестры, технические работники, УЗИ-специалисты, рентген, они проходят, вот сейчас открыта программа Манитобы, да, вот они проходят по программе Манитобы. Недавно открылась программа провинции Ньюфаундлен-Лабрадор. Там также есть и врачи, и медсестры, причем врачи очень различной категории. Специально врачи выделены в категорию, которые приглашаются для переезда в провинцию. Я объясню, с чем это связано. Дело в том, что в Канаде население увеличивается примерно на 1% в год за счет приезда новых иммигрантов. Соответственно, нужно расширять службы, которые работают, вот строительное направление, дома строить, где им нужно жить, магазины, в том числе и расширять сферу медицинскую. То есть, строятся новые госпитали, соответственно, нанимается персонал. То есть, постоянный спрос на медицинский персонал идет. Также есть тенденция, когда врачи хорошего уровня переезжают из Канады в США. То есть, когда врач себя это рекомендовал, многие находят более выгодные условия контракта в США, зарплаты выше немножко, и переезжают туда. Для канадцев это сделать несложно. Медицинская система одинаковая, лицензирование одинаковое, поэтому можно переехать в США. Поэтому также это способствует тому, что в Канаде идет постоянный спрос на медицинских работников. Теперь по процедуре. Что нужно делать? Обычно мы начинаем работать с подтверждения дипломов. Процедура подтверждения медицинских дипломов непростая. Она занимает примерно полгода, идет работа через Canadian Medical Council, организацию в Торонто, которая как раз лицензирована иммиграционной службой на подтверждение дипломов врачей. Параллельно с этим заявители готовятся к сдаче языкового теста. То есть, по программам выезда для врачей требования не ниже среднего уровня. Это примерно B2. Между B1 и B2 это минимальный, но идеально было бы, чтобы у заявителя был выше уровень, чем тот, который требуется минимально. Вот сейчас минимальный по программе провинции Newfoundland Labrador, там требуется всего пятерки. Но опять же, это минимальный-минимальный уровень. Желательно стараться вывести на более высокий. Правильно ли я понимаю, что в провинциальных программах нужен работодатель всегда? Нет, совершенно неправильно. Работодатель не нужен. И для врачей это ошибочное мнение. Не будет ни один работодатель в Канаде брать на работу врача из-за рубежа. То есть, программа переезда в Канаду, она отличается совершенно от требований по работе, по трудоустройству на работу в Канаде. То есть, для того, чтобы легализировать себя врачам, получить статус ПМЖ, бесплатную школу для детей, бесплатной медицинской обслуживания, достаточно пройти иммиграционный процесс. Для этого совершенно не нужно искать работодателя или устраиваться на работу в Канаде по какой-то специальности. А уже после переезда заявитель смотрит, где он хочет работать. Если он хочет работать врачом или медсестрой, соответственно, нужно подтвердить квалификацию. Обычно для этого требуется дополнительное обучение, сдать экзамены и, соответственно, получить канадскую лицензию. Если же человек хочет работать, допустим, выполнять административную работу в медицинских учреждениях, для этого не нужно лицензирование, для этого ничего не нужно. Просто человек идет на открытой вакансии, подает документы, и то, что у него был предыдущий опыт работы врачом или медсестрой за рубежом, это большой плюс для устройства на работу. Ну, главное, чтобы английский был, естественно, хороший. Искать работодателя не нужно. Замечательно. То есть основное отличие федеральной и провинциальной программы, да, то есть федеральная там выше уровень по английскому, да, в провинциальных там, скажем так, ниже критерий. Но это как-то связано с заработной платой, да, что в провинциях она меньше или нет? Как не связано с заработной платой, это просто, да, федеральная программа отбирает лучших кандидатов, которые находятся в системе экспресс-центра. Для того, чтобы стать лучшим кандидатом, попасть в отбор, сейчас отбор составляет 5000 человек каждые две недели, необходимо сдать тест по английскому на высокий уровень, и есть возрастные ограничения. То есть обычно верхний предел по возрасту это 32-33 года. Максимальный балл дается за возраст 29 лет, включительно. Хорошо, а миграционная программа, она предусматривает переезд с семьей? Конечно, то есть любая миграционная программа предусматривает переезд родителей, и дети, ну несовершеннолетние в любом случае могут приехать, совершеннолетние дети могут приехать до 22 лет, включительно, при выполнении трех условий. Дети должны учиться на стационаре, они не должны работать, и у них не должно быть своих семей, то есть не должны быть женаты или замуж. Хорошо, ну здесь в принципе понятно, еще расскажите о сроках, само подтверждение дипломов понятно, то есть это около полугода, а полугода оставшийся процесс, сколько времени займет? Да, если произошел из системы экспресс-центри отбор по федеральной программе, то документы рассматриваются от 6 до 12 месяцев в среднем. Иногда бывает больше, ну меньше редко, иногда бывает больше, если есть какие-то дополнительные проверки. По провинциальной программе процедура увеличивается примерно на полгода, поскольку присутствует дополнительный этап, это подача документов и рассмотрение документов той провинции, которая имеет в своих проходных списках ту или иную специальность, на которую претендует кандидат. Хорошо, скажите, а если человек, например, подался через федеральную программу системы экспресс-центри и не прошел, может ли он повторно податься на провинциальную программу? Да, поскольку нет переезда на готовое рабочее место, то для кандидатов выдвигаются определенные требования, которые с каждым годом увеличиваются на процент инфляции. Они, эта табличка есть на сайте иммиграционной службы Канады, то есть, грубо говоря, допустим, семья из трех человек потребуется примерно 15-16 тысяч долларов США. С каждым дополнительным членом семьи примерно на полторы тысячи долларов США требования увеличиваются. Хорошо, понятно, да. Ну, для того, чтобы заявитель показал себя, что первое время у него есть денежные средства для проживания. Совершенно верно. Совершенно верно. Это связано с тем, что первые полгода иммигранты не получают или не могут претендовать на социальное пособие. То есть, у них должны быть деньги для проживания первые шесть месяцев за свой счет в случае, если они не находят работу. Никто из родителей, из старших членов семьи не нашел работу. В этом случае они через полгода могут претендовать на получение социального пособия. У нас таких случаев не было. Обычно все находят работодателя, и мы с этим помогаем в первые два-три месяца. Хорошо, здесь, в принципе, все понятно. Но мы с чем сталкиваемся? Что очень много медиков, но, конечно, люди уже, как правило, в районе 30 лет, и очень сложно учить язык с нуля. Особенно, если знания на начальном уровне. Может ли медик, например, приехать с целью изучения языка, не выезжая из страны, потом начать процесс эмиграции? Да, можно приехать в Канаду. Подать на процедуру эмиграции можно из любой страны, включая Канаду. Это нормально. Единственное, что нужно будет продлевать свой статус в Канаде, если заявитель не хочет выезжать из Канады. Но приезд на языковые курсы – это нормальный процесс. Опять же, продолжая эту тему приезда в Канаду, можно после языковых курсов пойти на программу переподготовки в учебное заведение. Допустим, получить диплом медсестры или медбрата. Это также очень популярная программа, поскольку до получения ПМЖ человек уже приезжает в Канаду и проходит обучение, которое в дальнейшем ему поможет найти работу в Канаде. Это также большой плюс, поскольку он готов уже, как готовый специалист, сразу же начинать работу в Канаде. Минус этого пути в том, что нужно оплачивать свое обучение. Год обучения, допустим, на медсестру примерно 15-16 тысяч долларов США, эквивалент в канадский доллар. Хорошо, смотрите, если мы говорим о нострификации, подтверждении дипломов, бывает ли такое, что в конечном счете диплом не подтверждается или подтверждается не полностью? То есть он не признается равноценным в Канаде, и человеку тогда нужно будет либо доучиваться, либо проходить практику, либо что-то такое. Да, как правило, диплом медицинский выдают государственные учебные заведения в тех странах, с которыми мы работаем. Это постсоветское пространство. Такие дипломы всегда подтверждаются. У нас не было ни одного случая, чтобы диплом не подтвердили. Это именно с целью выезда на эмиграцию, не с целью трудоустройства, а с целью выезда на ПМЖ. Хорошо, все, спасибо большое. Спасибо, Вадим, очень хорошо осветили эту тему, все стало прям очень понятно. Дальше будем нашим клиентам. Я хочу просто подытожить, что врачи и младший медицинский персонал нужны в Канаде. Поэтому если есть люди, которые хотят переехать, естественно, им нужно знать английский язык хотя бы на среднем уровне. Пожалуйста, обращайтесь, Канада заинтересована в таких специалистах. Мы тоже очень плотно занимаемся проектом врачей в Германию, но немецкий язык, он, конечно, на порядок сложнее. И, конечно, Канада, как англоговорящая страна, может стать хорошей альтернативой с тем учетом, что все равно английский, даже те люди, которые говорят, что они его не знают, они все равно его знают на каком-то уровне, просто забыли, не пользуются. И если человек начнет его изучать, то, в принципе, знания, они, скажем так, возобновляются. Я это тоже испытала на себе, когда мне казалось, что его не знаю, но потом начинаешь вспоминать слова при общении. Поэтому это, конечно, на порядок проще, чем учить язык, который ты просто слышишь впервые. Совершенно верно, согласен с вами. Спасибо большое, Вадим. Напомню, что все наши зрители, клиенты, если их интересует переезд в Канаду, если они являются медиками или в любой другой профессии и заинтересованы переездом в Канаду, вы можете обращаться к нам на сайт, оставлять заявку, и мы обязательно вас проконсультируем относительно переезда в Канаду. Тогда мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Всем пока.